Как отвлечь детей от смартфонов? Ответ на этот вопрос знает педагог из села Воскресеновка Северо-Казахстанской области. Ермек Касымов создает различные изделия из дерева и передает свои знания детям. Ругуля Ахметова познакомилась с мастером. Зачем покупать в магазине где-то, когда это можно сделать с кусочка дерева, который лежит тут, например, под ногами? Правильно, детишки? Да. Ермек Касымов уже больше 20 лет учит сельских учеников художественному труду. Вместе с детьми создает уникальные изделия из дерева и кожи. Раньше в Казахстане пасли баранов. Их же тяжело гонять. Палки берут, а потом уже кто-то придумал. В одну сторону тихо работает, громче. Затем они попросили вот такие инструменты. У нас побольше. Чтобы красивее было, мы с учениками вырезали. Для ручки создали. Орнамент казахский нанесли. Вот такие вещи. В Воскресеновской школе есть ансамбль народной музыки. Выступают как учителя, так и дети. Играют на инструментах, созданных на уроках труда. Вот они выступают где-нибудь на праздники. Вот ДК. Выезжает, приезжает здесь кто-нибудь. И Балар выступает с учителями. Вот они держат вот эти. Покупных нету. Я рад, что у меня какой-то след в этой школе есть, остался. То, что учителя здесь творческие, видно с порога. По словам директора, с кадрами им повезло. Ведь отвлечь детей от смартфонов и заинтересовать ремеслом сейчас не так-то просто. А у педагогов по труду это получается. Ребенок должен уметь делать что-то своими руками. Он должен испытывать чувство гордости от того, что он может что-то. Не просто посчитать, не просто написать что-то. Он может делать что-то. Это первый шаг к его собственной независимости. Выпускник Воскресеновской школы Александр Копылов свой первый шаг к финансовой независимости сделал. Он выиграл грант на производство сувениров из дерева. Правда, занимается этим с помощью лазерного станка. Впрочем, создавать своими руками парень тоже умеет. Не зря ведь любил физику и труд. Обычную перчатку он запрограммировал так, чтобы она могла выполнять функцию сурдоперевода. Я подумал, что если с помощью такой руки можно управлять роботом. Почему нельзя эту руку заставить считывать движения и превратить эти движения в текст. И, в общем, решил заняться этим вопросом. Детей Воскресеновки учат не только создавать, но и беречь. За 20 лет в этом селе учителя вместе с учениками высадили несколько тысяч деревьев. И вот они уже какие результаты труда. Нургуль Ахметова, Тулигинаманов, Хабар, 24, Североказахстанская область.